В эту школу в Цыбанабалке привозят детей из пяти близлежащих поселков. Сегодня она одна из самых больших на селе по количеству детей. Здесь обучается 1300 школьников. Все они в этот день собрались на торжественной линейке. После нее традиционное напутствие от почетных гостей праздника. Спасибо учителям нашим дорогим, воспитывая патриотам, любящим свою малую и большую родину. В этот день я хочу от души поздравить всех с Днём Знаний, здоровья, благополучия. Первоклассников пожелать счастливого пути по дороге знаний. 1 сентября школа приняла более 160 первоклассников. Для них подготовили 6 новых классов. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Все школы сегодня находятся в равных условиях по материально-техническому обеспечению. А вот в зарплате сельские учителя выигрывают. У них оклад выше на 25%. Доплату получают и молодые специалисты, только что окончившие вуз. В Цибанабалке удалось собрать отличный педагогический состав. Как результат, школа попала в десятку лучших в крае по итогам сдачи ЕГЭ. В этом году наша школа вошла в 10% лучших учреждений Краснодарского края по сдаче обязательных экзаменов русскому языку и математике. Это очень приятно. Вместе с быть на третьей позиции после гимназии Эврика, Аврора и у нас третья позиция. Это очень приятно. Больше того, из 10 издаваемых предметов по 9 предметам наши учащиеся вместе с педагогами набрали баллов больше, чем в среднем по городу Куртуанапия и Краснодарскому краю. Этот учебный год школа начинает с полностью обновленным пищеблоком. Помогла депутат законодательного собрания Ирина Конограева. Сегодня практически готов проект пристройки к школе. Управление образования рассчитывает, что к его реализации можно будет приступить в ближайшее время. Руслан Душевский. Анапа. Регион.